И Салхадин уходит, и Балин спрашивает, что для тебя Иерусалим? Тот поворачивается и говорит, ничто. Идет дальше, поворачивается и весь мир. Я не смотрел Царство Небесное. О, ты это, конечно, зря. Готовил фразу какую-то? Нет, да, спонтанно, импровизейшн. Царство Небесное – это фильм 2005 года, по-моему, или 2003. 2005, по-моему. Это фильм Ридли Скотта. О, Иисус! Ну, да, который говорит, что в последнее время сильно подсел на религиозные темы. То есть, связываются с старостью. У него классный сериал. Боже мой. Я нашел крутой сериал. Я, кстати, недавно тоже. Волчья стая, Среди волков. Я посмотрю и тебе расскажу. Я просто недавно смотрел тоже видосик с новыми сериалами. Там, кстати, много интересных сериалов. Можно прям... Короче, Ридли Скотт раньше был моим любимым режиссером. Сейчас эту альбомовую ветвь первенства отнимает у него Дени Вильнёв. Дениска забрал. Молодец. Дени Вильнёв. Правильно поправил меня. Дени. Он француз. Он Денис. Ну, Денис. Окей. Вот. Ну, наверное, фильм один из моих любимых. Я объясню, почему. Ну, типа, он транслирует какие-то вещи, которые, я считаю, ну, типа, очень, ну, такими... Наверное, как-то... Правильно. Правильными для меня. Поведение вообще. Ну, я идеалист немножко, как мы уже выяснили. И ты рассказываешь сложные, замороченные фильмы, а я более лайтовые. Ну, я бы не сказал, что царство небесное какое-то лайтовое. Не, но он, по большому счёту, исторически обычный фильм. То есть, многие его оценивают... Кто в нём не увидел для себя что-то близкое, он его оценивает как обычная киношка историческая. Я знаю, что. Ну, всё, там про крестовый поход. Там снимается... Один из крестовых походов. Ну, один из, да. Там есть главный арабский воевода Салахадин. Салахадин. Который в маске, потому что у него... Нет, неправильно. Всё, ну, ты сейчас будешь рассказывать. Его играет известный актёр Саладина. Саладина играет неизвестный актёр. Известный, в том-то и дело. Ну, в смысле, не настолько известный, как, допустим, тот, кого играл короля Иерусалимского на тот момент. И, собственно говоря, главный герой. Главный герой – это Балиан. Его играет Орландо Блум. Орландо. Я путаю всё. Короля Иерусалимского на тот момент играет Эдвард Нортон. Так это есть Саладин? Нет. Саладин – это король Сарацин. А-а-а. Так вот я про... В маске Нортон? Да. Вот, типа, он всё время в маске, и его играет Нортон. Я вот про это и говорю. Нет, это король Иерусалимский. На тот момент. То есть, он европеец. И же херуин. Короче, фильм просто мне очень близок, ценностями, которые он транслирует. И поэтому мне он очень нравится. И причём там же был скандал с фильмом, что Ватикан, полную версию фильма, трёхчасовую, он, типа, был против и забраковал. Потому что там, ну, очень много раскрывается нюансов, связанных с церковью, ну, и так далее. Я не очень набожный. Ну, не хорошим ключом для Ватикана. Да, да. Ну, типа, развенчивает многие. Какие-то штуки, которые транслирует обычно религия, ну, и церковь. В данном случае нужно делить религию и церковь. Ну, на мой взгляд, это две разные вещи. Кстати, очень интересная тема. Прям очень многогранная. Итак, к фильму. Фильм начинается очень просто. Первая сцена на перекрёстке дорог хоронит женщин. И эта женщина, она наложила на себя руки. А считается, что это самый, типа, тяжкий грех. Самоубийство. Самоубийство, правильно. Вот. Хоронят там, ну, гробовщики и какой-то там, типа, местный поп. То есть, ее хоронят, типа, на отшибе? Потому что она... Ну, типа, считается, что суицидников нужно хоронить на перекрёстке дорог. Как, ну, не проклятых, а вот сам... Ну, то есть, совершивших самый, там, такой... Серьёзно, есть такая... Ну, да, 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 да. Вот. И хоронит ее вот поп. Причем попа представляет таким очень... Ну, типа, он, там, монах. За пять тысяч рублей. Не знаю, о чем речь, но ладно. Ну, попам обычно платят за отпевание. А, да? А, ну... Они там час... Он просто, типа, сопровождал эту херню. Всё, что нужно похоронить. А попа представляет таким немножко мерзким типом. Вот. И там гробовщик ему задаёт вопрос. Типа, что, почему так... Ну, так хоронят... Вилкой в глаз. Так хоронят... Такой? Вот. Нет. Типа, почему закон настолько жесток, что вот люди... Вот у неё горе, там, женщина потеряла ребёнка. И она не смогла это перевести. Да. И наложила на себя руки. Вот. Почему такой закон настолько суров и так далее и тому подобное. А поп объясняет, что, типа, ну, так положено. И я, типа, не против. Ну, даёт понять. Хотя прямо об этом не говорит. Вот. И он смотрит, там, девушка закутанная в этот, там, ну, типа, белое. Как это называется? Я не помню. Паранжа. Нет. Ну, когда говорят... Ну, ладно, не важно. Короче, не суть. И он замечает серебряный крестик, его, типа, срывает. А он... Ну, он такой мерзкий, короче. Паранжа. Ворюга, да. Ну, ворюга. Нормальный. Зачем пропадать. Вот. И говорит гробовщику. И не забудь, отрубите голову. Потому что, типа... Потому что она может встать и встить. Нет. Потому что, ну, как бы, опять же считается, что их нужно обезглавить. Ну, вот, суд Сидников. Типа, чтобы они отправились в ад без головы. Ладно. Ну, да. Да. И показывают нам, что по дороге поэта, где хоронят эту девушку, идут крестоносцы. Небольшой отряд, человек восемь. Идут крестоносцы. И впереди, типа, впереди бежит там один из рыцарей, ну, типа, отряда. И говорит, вот тебе за упокой ее души монетка. Типа, мой господин передал. Вот. И этому папу кидают. Поп такой. В зуб. Ну, да. Себе. Вот. И в таком духе. Дальше нам показывают картину, как... Ну, следующая сцена нам показывают, как освобождают Балиана. Ну, то есть, он сидел в тюрьме, потому что он там, типа, взбесился из-за этой, из-за смерти. Это его жена. Угу. Вот. И... Но он очень хороший кузнец. Очень, ну, типа, хай-скилл прям, типа, мега-крутой кузнец. Как Гимли. Как Гимли. Окей. Вот. И его освобожают из тюрьмы. В это время в замке господина, ну, то есть, там-то город небольшой, вот, там есть замок, типа, там барон какой-то сидит, и он рассказывает приезжему вот этому крестоносцу, рыцарю, который играет Леом Ниса. Вау. Завожница. Смотрел Завожница? Конечно. Окей. Вот. И рассказ ему не есть кузнец. Лучший мастер, типа. Он, там, и с серебром, и с этим, вот. Но у него жена наложила на себя руки, и он, там, типа, в него не вселился бес, но, там, помутился разумом. Вот. И, как бы, параллельно его освобождают, и, типа, ему охранник говорит, не повреди свои руки, ты нам очень нужен. Ну. Вот. Он идёт, там, в кузницу, сжигает, там, корзинку с детскими шмотками, которые... Ну, вот всё в таком духе. Ну, короче, да. Вот. И, короче, и говорит своему подмастерию, мы будем работать. И начинает работать. Время делать деньги. Да. В этот момент, параллельно в этом же замке Леом Нисон сидит и разговаривает с бароном, а барон – его брат. Вот. И говорит, что, вот, ну, типа, они беседуют, барон докапывается до боевого монаха, там, ну, у крестоносов есть монахи, они, ну, типа, он и сражается, но он и наставляет на путь. То есть, ну, типа, они, этот, не... Как в цивилизации. Там были монахи, которые... Это в игре, в игре, в смысле? Да, да, да. Я так давно, как бы, видел. В пятой или в шестой, там. Вот, короче, о, докапывается, почему ты не пьёшь? Или ты монах, или ты воин, там, выбирай одно. Да, ну, в таком духе. Вот. И сидит рядом племянник, и барон рассказывает, вот, мой брат, типа, поехал в царство, ну, в царство Иерусалимское, и стал там бароном, ну, типа, дибелин, барон дибелин. Вот. И, как бы, барон намекает на то, что хотелось бы как-то присвоить, и, ну, всё, вот это богатство, которое его брат заработал. Вот. И рассказывает племяннику, что, если что? Как бы, мы сделаем так, чтобы тебе всё досталось. Это важно, я объясню его, почему потом, потому что там будет сцена, где, как бы, проявляется алчность вот этого вот европейца. Почему фильм называется «Царство небесное»? «Царство небесное» называли Иерусалим. То есть, крестовых походов было много. Я думал, Иерусалим – это святая земля. Ну, это святая земля, ну, то есть, там строит царство небесное, типа, справедливо и так далее. То есть, в фильме транслируется, насколько, как бы, вот, Рим, да, римский папа. То есть, то, как, ну, Господь говорит, поступать нужно. То есть, все делали наоборот. Ну, типа, вот как мусульмане часто, которых часто обвиняются, что они там все плохие. Вот. На самом деле, это не совсем так. Просто они, как хотят, так и транслируют писание свое священное. Как и Библию. И часто так и делали Библию. То есть, перевирали таким образом все, чтобы, ну, какие-то алчные свои интересы удовлетворять. Просто недавно разговаривали на эту тему, что это не их вина. Так написано. Написано так, что ты можешь... Ну, ты когда вырываешь что-то из контекста? Ну, нет. Ты можешь, ну, условно, если ты хочешь написать закон, ты можешь его написать не рамочно, а прям вот, ну, очень заморочен. Из-за чего, для чего и что будем делать? Со всеми нюансами. А можешь написать так, что он будет работать и... Ну, вот чаще всего, когда из-за чего, для чего, посреди что мы делаем, когда выдираешь из контекста, что мы делаем только среднюю часть, а все остальное упускаешь, ну, типа, вырываешь контекст. Можно как угодно это, ну, типа, трактовать. Из-за этого, там, джихад, война за веру, вот оно так и построено. Так, надо делать деньги, говорит, кузнец. Спасибо. После этого барон говорит, мы поделим... Дальше нет. Лям Нисон спрашивает, типа, я знаю, у тебя, типа, раньше был кузнец хороший. Вот, ему барон отвечает, да, тот кузнец супер, сейчас у него сын, такой же крутой мастер. И этот Лям Нисон говорит, я хотел бы с ним познакомиться. Вот, типа, ну, окей, дам дальше. Следующий день Лям Нисон со своим отрядом подъезжает к кузнеце и один из его, там, из отряда, ну, то есть, ну, нельзя сказать, там, ну, бойцы, типа, рыцари. Бойцы, нормально. Ну, бойцы, нормально, пускай. Говорит, мы хотим подковать коней, типа, вот, накормишь нас, поможешь, там, все, и так далее. Он говорит, да, конечно, не вопрос. Вот, а у него весь отряд очень разнонациональный, у него есть Гал, ну, немец, есть темнокожий, темнокожий, типа, африканец есть, там, и все... Да, и все дети, осуждаю, и все дети бегают, да, ну, типа, ни хрена себе, они впервые видят это в Европе, то есть, там, никто не знает, что это такое. Вот, там, еще какие-то, там, итальянец, там, еще кто-то, и так далее, ну, неважно. Ну, то есть... Русский, немец и еврей. Русского не было, да. Блин, ну, что... Вот, ну, смысл в том, что, как бы, тут закладывается мысль, что в крестовых походах был интернационал полный, то есть, типа, все христианское, там, я не знаю, право... Да, вот, то есть, все люди объединены целью сделать царство небесное на святой земле в Иерусалиме. Или награбить бабла. Ну, по сути, за ширмой, конечно же, тут политические игры и так далее, и тому подобное. Ну, почему негры участвовали? Ну, вряд ли они хотели царство небесное. Ну, они хотели... Может быть, они отчасти были наемниками. Ну, да, хорошие люди. А, как бы, Леоннистом позиционируются как честный. Ну, типа, честный... Хороший командир. Ну, как честный крестоносец. Хотя понимают, что, по сути, война идет не за веру, а за бабки и землю. Ну, в общем, ладно, суть не в этом. Но он правильный, честный такой чувак. И он, короче, они приехали, их там подковывают, кормят, там, типа, и немец там видит какую-то надпись, там, типа, на этом, на балке, что здесь, типа, написано. И Балин говорит, что толку, если ты не можешь делать мир лучше? Вот. И, типа, спрашивают, воевал ты или нет. Он говорит, да, я был инженером на какой-то войне. А, типа, зачем ты воевал? Я, говорит, не знаю. Ну, за одного барона против другого барона. Что-то делили там. Ну, суть не в этом. И, короче, Леоннистом подходит к Балину и говорит, я тут раньше жил, там, типа, кузнец, я знаю, что ты его сын, я твой отец. Я, типа, ну, я твой отец, почему, говорит, я твою матушку не принуждал, но так случилось, что я ее босс, я ее, ну, типа, я лорд. Сладенькая. Сладенькая, да. Вот. Ну, это было, типа, не по принуждению, ну, может быть, не по великой любви, но тем не менее. Ну, короче, принимай как дам. Вот, да, да, что, я твой батя. Я прошу тебя, я пришел, типа, просить прощения, и я могу тебя приблизить, как единственного моего сына, к себе. Ну, то есть, делать себя своим наследником. Будем общаться. Вот. Хочешь, не хочешь, решай. И Балин говорит, не, нахрен, ничего не надо. Типа, иди, я тебе всего хорошего желаю. Ну, ты так есть, он не сказал, уйди, нахрен. Вот. Ну, он охренел, конечно, типа, ну, ни хрена себе свалилась такая херня. И Леонид говорит, ну, все, если что, говорит, у тебя там, решай, есть час, минута, грубо говоря. Ну, чего еще. Вот. И тот говорит, нет, мне ничего не надо, все окей. Ну, ладно. Ты бы пошел избать? Ну, тут, ну, наверное, да. Не, потому что... Не корости ради? Ну, да, не из-за того, что там бабки и наследник, а из-за того, что, ну, типа, у него в жизни сейчас ничего нет, уже не осталось, только дело, ну, работа какая-то, да, которую он делает хорошо. Вот. И, ну, грубо говоря, непонятно, зачем оставаться. А он? А он говорит, ну, типа, в таком депрессии там. Вот. Ничего ему не надо. И, короче, ну, и ему Леонид говорит, если что, как бы ты можешь меня найти в Иерусалиме. Для этого ты там... Ну, там такая, типа, фраза. Сначала иди до земель итальянцев, потом там, где говорят на других языках. Ну, грубо говоря. Красиво. Вот. И, в общем, нужно тебе перепуть там. Вот. Дальше был момент, короче, где Святой Отец в церкви местный, разговаривает с этим попом. А поп, этот мелкий монах, который мерзкий, да, а он оказывается брат Балиан. Я запутался. Балиан это кто? Балиан это кузнец. Балиан кузнец. Орландо был. Его брат мерзкий поп. Да. Его надо как-то просто назвать крысёныш. Крысёныш. Крысёныш разговаривает с местным иерархом, святым отцом, типа, говорит, что, типа, зачем вы ему его выпустили, типа, он там... А поп хотел получить просто все, что принадлежит его брату кузнецу. Конечно. Кузнец, домик. Да, 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 всё. Вот. И, короче, крысёныш приходит вечером, когда Балиан работает, и говорит, почему ты не ушёл с крестоносцами? Ты же, там, ради бога, ты можешь там всё изменить, что тебя... Твой дом пуст. Я не хочу забрать. Твоя жена, типа, да, там... Из-за тебя покончила с собой. Ну, она покончила с собой. Вот. И тебе зачем? Иди с крестоносцами. И потом он говорит, я понимаю, что ты хочешь просто получить всё, что у меня есть, Балиан говорит. Да, 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 да. И он ещё говорит, вот, потому что ты, ну, типа, искупил бы грехи жены своей на святой земле, ну, типа, покаялся. А мы их всплывем в два раза больше, типа, можно покрыть. Да, да. Это нормально. Вот. Тем более, ну, типа, искупил бы грехи. Хотя, что я делать в аду без головы? А, как бы, ну, так не делают практически. Просто он, ну, слой плохой, хочется сказать. Гондон. Да. И тут Балиан видит у него на шее крестик жены. И он разозлился, типа, вырывает крестик. И, короче, его хрязь, ну, тем мечом, который делал. И прижарил. Да, он прижарил, тут загорелся, что-то бегал. В итоге загорелась вся кузница. И дальше следующая картина. Он идет по дороге, скачет по дороге, догоняет батю. Вот. Тот его, ну, как бы, он нагоняет их. И батя говорит, я совершил убийство. Он говорит, кто не убивал? Типа, мы все понимаем. Нет, ну, лям, не сынок. Ну, типа, воины, но все равно они все убийцы, по сути. Вот. Типа, кто не убивал? Ну, пойдем, типа, вместе. Вот тот ему расскажет, что я хочу, там, замолить грех своей любимой. Там вот это все. Я поеду с тобой. А тот говорит, ну, все, поехали, окей. И они, короче, едут, располагаются на... Бля, я слишком подробно рассказываю. Ну, да, можно. Можно. Располагаются там лагерем, короче, типа, переночевать. Вот. Вот там Лиам Нисен говорит, давай посмотрим, там, что ты там, типа, можешь вообще на тебе клинок? И начинают там что-то его тонировать. Тут подъезжает, короче, племянник с конницей. Ну, там, с какой-то, там, 4-5 человек. И говорит, выдайте нам преступника, он убил своего брата. Вот. И, типа, он убийца. И Лиам Нисен ему говорит, типа, мы все тут убийцы. Вот. И немецкий немец такой, пусть Бог расплудит, кто тут, типа, хороший, кто плохой. Сразимся. Или кавказец. Ну, я понял, ты пародировал кавказцев. Да? Ну, ладно. Ну, сказать, битва есть рассудить, кто здесь молодец. Ну, вот, типа, да, давайте сразимся. А это была, типа, засада. Ну, племянник такой, ну, типа, ладно, я вам, ну, типа, повинуюсь. Мы с вами еще увидимся. Такой разворачивается, уезжает. И тут начинают с этой стороны арбалетчики, короче. И там что-то херачат куча народу сразу. Вот, нападают. Ну, в общем, они начинают к обороне, там, и все. Ну, начинают с красивых семейцев. Ну, классно сделано, снято. Это вообще очень круто. И они там попадают Лиама Нисона, ну, сюда, там, стрелой, короче. В итоге они всех рубят. Лиам Нисон бежит за племянником. Типа, епископу моего почтения просто бошку пополам. Просто херак. Спасибо. Племянника, да? Ну, да, можно как-то по-тезисной. Это сколько? Это завязка? Ну, нет, там пойдет быстрее. Вот. И, бля, хотя нет. Я просто, я не могу, я рассказываю это очень подробно, потому что... Нет, ну, хорошо. Ну, просто какие-то моменты. Я переживаю просто этот, ну, рассказываю. Ну, постоянно, то есть, фильм вместе с рассказом. Как и вы все. Благодаря этому. Должны. Переживаете, можно сказать, все эмоции, которые... И, короче, и там... А, ну, все. Половину, короче, отряда перебили. И афроамериканцы, и южноафриканцы тоже убили. Там еще кого-то убили. Немец выжил? И немец, и немцы там, немец там с четырьмя стрелами просто уже там на последнем вздыхании херачил двумя топорами просто всех. Капец там. Ну, вообще. И там вот это был боевой монах. И он там, типа, всех отбивает, типа, ну, закрывает всем глаза. Ну, короче, убили много народу. И Леон Нисон тоже ранен. Они собираются, типа, едут дальше. Они доезжают до Мессины. Это вот очень южная, типа, итальянская земля. Ну, там же Гибралтар, вот в Африку, вот этот перенос, там, типа, самое узкое место, там, что перепут... Ну, короче, там, географически неважно. Они, короче, приезжают. Их там осталось немного совсем. Балион там тоже провел себя в бою, там, вообще классно. То есть, его там батю чуть подучил. Удар сокола, там, знаешь, какой-то там. Твой? Ну, окей, пускай будет мой. Ну, это было приятно, окей. Вот. И, короче, они приезжают. Бати хреново. Вот, они там как-то вечером разговаривают. И там Балион говорит, типа, что они имели право меня забрать. Ну, потому что по закону. По закону. И Лям Нисон говорит, ну, я мог тебя забрать. Вот. Ну, тут, в общем, ладно. Ну, ты понял, мне кажется. Да, я понял. Да, все, окей. Очень сильно. Короче, и дальше нам показывают еще одного персонажа. Это, как его, Луи, короче. Я не помню, как. Ну, Тим. Ну, там, ну... Кто это? Это будущий наследник Иерусалимского престола. Он один из французских хрестоносцев? Нортон? Не, нет. Луи Дузьян. Что-то там. Луи Дузьян. Ну, короче, такой. Луи Дузьян. Луи Дузьян. Окей. А он такой, типа, приходит. А он знал, короче, Леома Нисона. И они там, у них там, ну, типа, была такая перепалочка. Типа, ну, они, типа, не противники, но они такие постоянно друг друга троллили, короче. И Леом Нисон предоставляет. Это мой барин, мой сын. Вот. И там они там, Дуи Дузьян, типа, что, а, там, типа, еще каких-то ублюдков там наплодил там в таком духе. Так он реально ублюдок? Ну, да, да. Бастард, правильно. Да. Вот. Ну, короче, туда-сюда. И, в общем, показали, что они все время были немножко в контрах таких, типа, политических контрах именно. Вот. И дальше они, короче, чего происходит. Они в Мессине. Один из ребят, с которым подружился Балин из отряда, он ему рассказывает, ты поедешь, типа, на корабле, раньше, чем твой отец, отец чуть позже. Вот. По воле отца ты едешь вот на этом корабле, там, который чуть раньше уходит. Вот. И встретимся, типа, в Иерусалиме. Вот. Если... На улице пушка. Окей. Если, типа, Господь... Всемилостям. Да. То ты доплывешь, типа, все окей. Ну, типа, море очень бурное. И, в общем, Балин садится... Поэтому батя плывет позже. Ну, да, наверное. Короче, Балин... Ну, наверное, я думаю, из-за болезни просто. Да я... Короче, неважно. Ну, я серьезно рассказываю. Ты команда вообще. Да-да-да. Вот. Балин садится на корабль. Буря. Корабль развивается об рифы. Вот. Он просыпается, типа, как обычно... Я хрезно, как на берег выплывают люди. Вот так вот. Ну, типа, без сознанки. Я видел. Ну, мне интересно, с точки зрения физиологии, как это происходит. Потому что, ну, надо как-то погуглить. Ну, волна прибивает к берегу. Прибивает. Но он без этого, он же не дышит практически. Он может захлебать. Ну, короче, неважно. В общем, он выжил, а все остальные померли. Вот. И он там, типа, воды нет, нихрена нет. И видит лошадь какая-то, тоже запуталась. Ну, там лошадь, лошадей же тоже перевозили в треме. Запуталась там. Он пытается ее освободить, потому что лошадей-то нет. А он где-то там на берегу в пустыне просто выбросил его на берег. Как в фильмаке. И он, короче, и лошадь убегает, типа, срывается, испугавшись. Она убегает. Он такой, ладно. И начинает тобыть по пустыне. По пустыне видит небольшой оазис, там лужа какая-то. Ну, грубо говоря, водичка. Он останавливается попить. И видит, что лошадь тоже. Я вижу, ускоряюсь, как вообще. И лошадь тоже рядом. И он, типа, ее хватает. И, типа, окей, все. Ну, типа, все нормально. Она пьет. Типа, да-да-да. Успокоилась. И тут на каком-то из барханов, из дюн, появляются два араба. Один воин, типа, рыцарь. Ну, по-нашему рыцарь. По их там хрен знает как. А второй его, типа, помощник. Ну, там, или слуга. Дон Кихот и Санчо Патт. Ну, может быть так. Вот. И, типа, слуга переводит то, что говорит его господин. Он говорит, отдай лошадь. Это лошадь на нашей земле. Это наша лошадь. Понятно. Вот. А Балин такой, ни хрена. Я выдачу ее из моря. Видите? В жопу. Это лошадь моя. Вот. То есть, такие, типа, что если ты не хочешь сам отдать лошадь, мы ее заберем. Потому что это наша лошадь на нашей земле. Вот. А Балин говорит, я не хочу драться. Ну, как бы, если нет вариантов, окей. Вот. Я пропустил. Короче, простите, пожалуйста. Я пропустил важный момент. И в Мессине, где они, до отплытия, от сухих совсем хреново. И отец его первого зовет и говорит, Балин, типа, ты мой сын. Тебе нести мой крест. Вот. И ты поплывешь сам в Иерусалим. Вот. Да. Ты поплывешь в Иерусалим. Ты должен, как барон Дибелин, ну, типа, мой наследник, ты должен помогать королю. Ну, типа, будь честным. В таком духе. Вот. И, короче, через там какое-то время его зовут Балин вечером. И, типа, ему это парень, который вот один за отряд говорит, пора. Ну, типа. Вот. Его заводят там какие-то там палаты. Там стоят крестоносцы такие. Ну, красиво все сделано. И батя совсем хреновый. Вот. И ему помогает этот боевой монах, который тоже стал его другом. Ну, прикольно пишет, знаешь, очень интересно. Он там очень двусмысленный, типа, ну, ладно, потом. Вот. И, типа, подойди, вот, стань на колено, батя поднимается и говорит ему, типа, будь милостив, помогай обездоленным. Ну, какое-то наставление. Ну, вот. В Рызде. Там, типа, клятва. Это именно клятва. Вот. И там, да. И, как бы, ну, короче, будь молодцом. Будь красавчиком. Помогай обездоленным. Защищай слабых. И в таком духе дай ему пощечину. А это, чтобы ты помнил клятву. Ну, кстати, интересная история. Там она потом еще расплывет. Вот. Отдает ему кольцо. Теперь ты, типа, барон Дибели. И отдает ему меч. О, е-е-е. Блайн. Вот. И умирая. А, и его, там, типа, его боевой монах, священник спрашивает, ты покаешься ли ты перед смертью? Типа, ты каешься в всех своих грехах? И он говорит, во всех, кроме одного. Кроме перебудеяния с этой грехи. Да. Из-за того, что получился сын. Да. Вот. Такой секрет. Возвращаемся. Ну, блин, ну, сильно же. Нет, ну, хорошо. Ну, вот в этом-то большинство моментов физики. И он, типа, с арабом начинает драться, берется за кольцо. Он такой, за отца берет меч. Зеленый фонарь просто зарядил. Ну, пусть так. И, короче, и такой. И начинает с этим арабом драться. Вот. А тот на лошади идет пешком. Угу. И, ну, там, после пары, это выражение пара атака, говорит, пускай дерется пешим. Да, а помощник говорит, типа, что, ну, слуга. Хер тебе. Ну, типа, он, ну, как. Ну, алит, у него ноги не кладут. Нет, он, типа, господин, не пристало господину. Драться, ну, типа, с кем-то попало. Тогда давай я на лошади. А тот такой, типа, я и сам, типа, барон. Пускай дерется пешим. Ну, короче, слезает, дерется пешим. Короче, в общем, Балян рубит этого чувака. И там, ну, типа, а в это время помощник, типа, подождите, подождите. Ну, типа, остановитесь. Не убивайте. Ну, нет, может быть, не настолько, действительно, серьезная, как бы, причина, чтобы друг друга убивать. Не стоит драться, за что вы деретесь, говорит, под мастер. Не, ну, он там, слуга такой, типа, что, простите. Ну, типа, не надо, не надо, стойте, остановитесь. В итоге, в итоге, короче, Балян херачит по шее чуваку. Ну, там, хитро там. Ну, короче, как про. Удар с сокола. Удар с сокола. Ну, типа, там, держать, как-то вот так показывать. Ну, типа, и пэм, пэм, ну, короче, круто, типа, это высокоэффективная методика, стойка там и так далее. Ладно, неважно. И, короче, падает с лошади слуга, типа, сильно падает. Вот. И дальше, типа, он открывает глаза. А, нет, Балян втыкает меч. В угол. А у Батища меч классный. Ну, типа, крутой. Кладинец. Ну, пускай будет кладинец. Он прям, ну, красивый. С рубином, с таким в рукоятке. Вот, короче. Он втыкает рядом с головой меч, типа, и солнышком подсвечивает. И тут просыпается слуга, типа, ну, что ты ждешь? Типа, убей меня. Он говорит, ну, типа, ну, там что-то было, типа, все умрем, ну, как бы, важно, когда и как. Ну, если ты ждешь чего-то, типа, не нужно ждать, убей. Мне похер. И Балян такой сначала, типа, а потом, отведи меня в Иерусалим. Но он же понимает, что тут местный, как бы, а Балян посреди пустыни на очень шаре. Короче, они едут в Иерусалим. Блин, красивый там город, съемки вообще шикарные. Да, да. И, короче, они приезжают в Иерусалим. Да, приезжают в Иерусалим, там что-то, ну, там какой-то момент поет лошадь, и он говорит этому слуге. А, слуга такой, типа, блин, классный конь. Типа, ну, окей, ты достал его из моря, без проблем, но классный, типа, конь, мне нравится, там, хороший, он тебе послушает, верно, правда. И Балян говорит, забирай. Спасибо. Типа, коня забирай, потому что, ну, типа, мне он сейчас не нужен. А тот говорит, почему? Типа, ты, я добыча, я должен тебе служить вообще. Ну, вообще, да. Вот, и так далее. И Балян говорит, я в той жизни был почти рабом, и никому такого, ну, типа, не хочу, да, не желаю. А слуга садится на коня и говорит... Ну, и дурак. Нет, он говорит, типа, враги просушат от твоего благородства до того, как ты встретишь их. Вот, типа, ну, салам алейкум, типа, буздар. Алейкум асалам. И, короче, уходит. Дальше Балян идет, короче, на Голгофу, чтобы замолить, ну, зачем он приехал, замолить грехи свою любимую. Он, короче, там спрашивает всех, поднимается, сидит, там ночь, там, типа, закапывает крестик, который он снял, ну, у жены снялся с крысеныша. Закапывает крестик, там, ночь просидел, там, тыры-пыры, спускается, идет. Что-то там, базар какой-то, прилавки. Вот, и тут такие чуваки, типа, за ним начинают следить. Ни хрена себе, типа, вот. И Балян-то замечает, подходит к какому-то фонтану, разворачивается, а вокруг него, там, пять чуваков, типа, пять, типа, в форме в какой-то, ну, типа, рыцари. Рыцари, нет, типа, рыцари. Вот, и один говорит, типа, ты, если ты носишь меч Готфри, Готфри звали, Готфри Дибель, звали Ляйма Нисона. Если ты носишь меч Готфри, значит, ты, типа, знаком был с ним. Тот говорит, да. Вот, и там, типа, проверка такая, типа, он там ростом с меня был, да, ну, это такое, говорит, типа, он был ростом с меня, тот говорит, ну, типа, да. Балян такой, ну, да. Типа, синие глаза, и Балян такой, нет, типа, зеленые. Ну, типа, проверку прошел, ну, аутентификация, все, ну, отобил, вместо биометрии. И они ему говорят, господин, добро, типа, пожалуйста. Ну, типа, поняли, кто перед ним. Погнали. Вот, он там в доме, там, тёлки, ну, типа, прям, вообще, как, прям, султан, там, дом хороший. Приезжает, короче, как раз, вот этот боевой монах, приветствует его, типа, что в этом же доме, там, открытый. Он там, что-то, типа, лошадь помогает, там, лошадь, ну, он соображает в лошадях. Вот, там, что-то лошадь во дворе взбесилась. Он говорит, погоди, погоди, сейчас я покажу, типа, успокаивает, успокаивает. И тут, короче, забегает какая-то конница там с собаками, там, ну, типа, и тёлка такая, типа, я ищу Балин, сына, Готфри, типа, не видел его. А типа, кто, а кто твой господин Балин? Он говорит, нет таких господин у меня. Вообще-то, да. Вот, типа, я, если что, ну, типа, если увидишь сына Готфри, типа, скажи, что Сибилла искала его. Красиво? Ева Грин. Ого, Ева Грин очень красивая. Да. Вот, и, ну, типа, скажи, что Сибилла искала его. Вот, он такой, ну, типа, окей. Это, что сразу, ну, скажи, это я... Вот, они, короче, уматывают. Потом Балин, короче, с боевым монахом, типа, нам нужно пойти представиться шерифу. Ну, называли шерифом, еще в английские времена там у них были шерифы. Ну, главному менту. Ну, типа, да, городской вот этой всей фигни. Вот, одевают там красивые доспехи на него, ну, он же барон. Вот, короче, едут на прием к шерифу. Шериф там, типа, ты действительно похож на отца. Ну, что тебе сказал отец? Он говорит, надо быть хорошим рыцарем. Ну, вот это вот. Вот, я говорю, да, нам, типа, сейчас хороший рыцарь не помешает. А на улице в это время вешали тамплиеров, ну, этих крестоносцев. И он спрашивает, что случилось? Типа, эти тамплиеры резали арабов. Ну, просто есть всегда противостояние какое-то. То есть, король, он сделал мир среди, вот, на данный момент, типа, вот этот Эдвард Нортон, который в маске. Он сделал мир между арабами, ну, и... Король арабов. Эдвард Нортон. Король Иерусалима. Король Иерусалима, да. Он, типа, победил Саладина, вот этого короля арабов. Ну, не короля, а воевода арабов в свои 16 лет, ну, типа, успешный очень. И он сейчас король. Вот. А в маске он потому, что он заболел проказой. Королевирус. Ну, ладно. Вот, короче. И все равно есть оппозиция, которая постоянно пытается нарушить мир, который король построил между мусульманами и христианами. Вот. И их, как бы, их наказывают. Вот. И там самый главный говнюк, короче, это какой-то там барон, я не помню, который... Зэма. Пускай будет барон Зэма. Там француз какой-то, короче, который, ну, типа, бунтует постоянно и режет арабов. В общем, нападает на караваны, там, вот это все. Вот. И познакомились с шерифом. Ну, типа, все окей, нам нужен действительно хороший рыцарь, как тебе завещал отец. Все. Ты, типа, ел? Ел. Пойдем к королю на ужин. Вот. Вот они приходят, там зал, типа, сидят, сидят, да, все шикарно. Сидят, короче, все. И Ева Грин там можно? Да. И приходит Ева Грин. Вот. А она, Ева Грин, это сестра короля Сибилла. Ну, и наследница в некотором смысле там и так далее. Ну, грубо говоря, королева регент будет, если в случае... А, как бы, король плох, ну, то есть, он там, ему там, у него еще не 30, но он уже умирает, ну, типа, из-за болезни. Поэтому носит маску, потому что безображено лицо. Приходит гида Луизиньян вот этот. Луи Виттон. Луи Виттон, да. Он приходит, видит, короче, Балина и говорит, ни хрена себе. Я сижу, блин, с кузнецом, с каким-то вообще просто, да. Занюхан. С нищебродом каким-то. Я не хочу сидеть за одним столом с этим. Это, типа, здесь, в этой стране с неписанными правилами, типа, кто-то, у кого не было ничего, может стать, типа, бароном. Ну, это еще ему батя говорил, типа, что в этой земле ты можешь стать кем угодно. Ну, это фишка вообще всего этого, фишка Америки. Да, кем ты можешь быть, типа, что некоторые, там, у кого и гроша не было, там, типа, и коня, может, типа, в Юрсалиме стать, типа, бароном. А те, кто... Был бароном, на самом деле, гаваном. Бароном может стать, был никем, да. Вот. И, короче, ему говорят, ну, типа, он такой, я не буду пить тут есть с этим, с отребием, короче, ушел. Вот. И приглашает, короче, слуга приглашает, типа, Балиана, вот, к королю. Он уходит к королю, его провожает Сибила. Типа, что, я любила, говорит, Котфри, и тебя, ну, полюблю. Ну, типа, любила, ну, там, в каком-то платоническом, видимо, смысле, как хорошего человека, типа. Ну, это физическое, не платоническое. А, да, 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 окей. Хотя, может быть. Ну, короче, ну, вот. И, короче, он идет к королю. Вот, его встречает король, они с ним знакомятся. Он, типа, рассказывает ему, там, ну, типа, Балин рассказал, что погиб. Он, короче, типа, жаль, что Готфри рано не стало, потому что его очень многие знали, его очень уважали, поэтому, ну, ничего страшного. Типа, вот. И он там ему сказал такую тоже одну из ключевых фраз фильма, которая заключается в том, что... Про яблоки, что ли? Нет, не про яблоки. Там такая история, что, типа, каждый за свою душу несет ответ. Ну, типа, у тебя есть король, у тебя есть отец, который требует послушания, король повиновения. Но перед Господом, когда ты встанешь, типа, ты не сможешь сказать, что тебе заставили. Это папа виноват. И тебя приказали и так далее. Кажется, свою душу несет ответ, типа, ну, что это запомни, это очень важно. И он там, поскольку Балин инженер, там, король спрашивает. Я знаю, что ты инженер. Посмотри. Ну, там макет, типа, крепости Иерусалимской. Что тут? Ну, они там, короче. Ну, он, типа, пару идей классных кинул. Короче, тут такой, да, нихрена себе. Ну, там будет инновационная, да, какая-то фигня. Вот, дальше, типа, ты дуй, короче, свой отцовский замок, Дибелин. Вот, у тебя там свои, типа, ну, как, типа, твой филот. И там живет кто-то, о них нужно забыть. Ты должен, типа, идти. И если, я надеюсь, что когда я тебя призову на помощь, ты меня поддержишь. Ну, это король говорит Балин. Балин, окей, босс, все, типа, поехал. Приезжает Дибелин, там такое пустынное очень место. Ну, какие-то семьи, там, 50 семей, там, арабов, мусульман, христиан, там. Вот, и там, ну, такое, хозяйство так себе, короче. И он быстренько, там, типа, не хватает воды, а он же инженер. Он там быстро всех организовал. Ну, типа, хороший управитель он, ну, честно. Он, типа, делает колодцы и так далее. В этот момент прискакивает к нему Сибилу. А у Сибилы, там еще в процессе, когда он был королем, когда возвращался, он увидел сына Сибилы. У него есть маленький мальчик. Хм, это его брат? Нет, нет, конечно. Там нет уже таких форсажерских тем, уже не будет. Ну, да. Вот, короче, она приезжает, вот, типа, в гости. Типа, примешь ли ты гостя? Она говорит, да, там все. Ну, там очень, вот, в этот момент просто там достаточно, я сейчас сокращу повествование, потому что там достаточно продолжительный момент времени отношения его к тому, что, ну, вокруг него происходит, Балина. То есть, как он относится к тому, что ему поручили, ну, то есть, вот это все положительные, идеалистические такие штуки. Вот. И они в этот момент еще сходятся с Сибилой. Ну, естественно. А Сибиле, типа, политический брак должен быть с Луевитоном. А-а-а, ну, да. Драматургия устраивается как надо. Политический брак должен быть с Луевитоном, а Луевитон Гондон, ну, сам по себе просто, он поддерживает как раз вот этого, как ты его назвал, барон, короче, который постоянно гадит. Барон Зэмо. Зэмо, да. А они, типа, ну, бро, ну, в таком духе, но просто они это скрывают. Все стандартно. И, да, что дальше происходит? Дальше происходит следующее. Короче, Зэмо, да? Барон Зэмо начинает... И не знаешь, кто это? Это из Марвел. Барон Зэмо, это в Эре Альтрона был чувак в Закове. Ну, короче, это злой чувак из Марвел. У него фиолетовая маска будет. Оно в Марвел, тогда ее не было. Ну, я просто не особо... Ну, барон Зэмо просто запомнил. Ну, окей. Барон Зэмо... Барон Зэмо. Вот. Что дальше происходит? Короче, он опять, в общем, напал на какой-то караван, режет, короче, арабов. Нерв не угомонит. Да, да, да. Ну, он хочет расшатать мир, потому что король при смерти практически, и там вот нашла политическая вот эта вся фигня. Надо успеть вскочить. Король умрет, и тут такой, оп, а я... Да, да, да. Но он поддерживает, типа, Луи Виттона. Типа, чтобы Луи Виттон стал побыстрее королем и в основу возобновил войну. Ну, типа, с этим Саладином. А Саладин, он, короче, стоит там недалеко, каким-то нехеровым войском там и так далее. И не проще захватить. Нет, с его стороны там тоже на него оказывают давление. Ну, типа, политики арабские, они говорят, ты обещал вернуть в Иерусалим. Потому что, когда в эти крестовые походы, когда крестоносцы захватили Иерусалим, они выразили всех арабов и мусульман. Это плохо. Да. Осуждаю. И, короче, что было в следующей... Они, короче, режут арабов. Вот. И, в общем, типа, Саладин выступил. Иерусалим выступает из Дамаска с каким-то 2000-м войском, типа, выступает в сторону Керака, вот этого замка, где этот барон Зема живет, чтобы наказать его. Вот. В это время в Иерусалиме как раз там духовенство, есть вот это шерифское братье, есть крестоносское братье. Ну, типа, шерифы, они тоже крестоносцы, но они такие, типа, вменяемые. А седлые, они уже там, типа, обосновались. Ну, это, типа, я так понимаю, что это крестоносцы просто английские. Есть французские крестоносцы. Там же тоже какая-то была вот эта своя политическая история. Вот. И шерифские, ну, типа, они за короля были. А крестоносцы французские, тамплиеры, они, ну, типа, пытались постоянно, ну, типа... Ну, они пытались всё свести к войне. Вместе с духовенством. Духовенство, типа, война за веру, там, ну, так вот. Духовенство за Иисуса, а французы за то, чтобы поевать и пограбить. Духовенство за папу. Папа говорит, что нужно резать. Ну, а папа за Иисуса? Нет. Он же режет за святое, ну, типа, он же режет не за себя, он говорит, за святое дело. Но он этим... Прикрывается. Прикрывается. Да, окей. И, короче, поскольку конфликт, выяснили, что Саладин пошёл, перешёл какую-то там реку, вот, и, типа, король, а король, ну, очень мудрый чувак, вот, и, там, ну, хреново со всем здоровьем, он говорит, там, собрать войско, созвать, типа, войско, потому что нужно было как-то противостоять всей этой истории и как-то остановить этот пожар. Ну, это было в любви, да. И ему шериф, типа, говорит, тебе будет тяжело, ну, типа, ваше личности, вам будет очень тяжело, вы не переживёте вообще поход, так он говорит. Нет, надо, по-любому надо. И, короче, он отсылает гонца к Баллиану и говорит, ты должен сделать так, чтобы остановить Саладина до того, как начнётся бойня, типа, защити жителей Керака, этого замка, вот, и Баллиан, ну, поехал, типа, там у него сотни рыцарей, просто немного, там, такая, ну, кучка ребят, крутых, наверное, вот, и он, вместе с Сибилой, с Евой Грин, короче, они, он загоняет, короче, Сибилу, типа, иди в замок, а мы сделаем так, чтобы жители успели, они погибнут, если мы не затормозим продвижение Саладина. На горизонте, видно было, уже толпа там дымится, ну, песок, пыль стоит, ну, там круто снято, да. И, короче, Сибилу уходит в замке к этому, к Земе. К Земе. К Земе. А Зема там, типа, кайфует, ну, круто, я, типа, ну, устроил, типа, стачку бойни и так далее. И известно, что король тоже выступил с войском, там, Иерусалимским, выступил навстречу. И, короче, поскольку короля еще нету, в общем, типа, решили затормозить. И Балин рвется в бой, ну, типа, там, их, конечно же, половину режут, ну, типа, там против конницы не основного войска, против конницы они сталкиваются, но все зато успели убежать в Кирак, половину из них режут, половину берут в плен. Вот. И, короче, там дальше сцена, где он, типа, его поднимают, несут, там, ну, там, половина его ребят, типа, связанных сидит, ну, потому что у них там просто, там, реально, они там разделились, типа, тактически на две кучки, там, два клина, их просто окружила такая, просто черная хрень, вот. И черная хрень – это большое войско. Да, они просто в черной одежде. Да, они в темной. И, короче, несут Балиона, вот, он лежит, типа, такой в полуэтом, и рядом с ним втыкается меч и зайчиком по глазам водит. И он открывает глаза и видит этого слугу, а он, на самом деле, военачальник конницы Саладина. И его ближайший советник. А рыцарь кто был тогда, которому он служил, типа? И Балин говорит, это же, ну, это не ты был слуга. Нет, говорит, это он был моим слугой, моим слугой, вооруженный охранник, типа, вот. И, короче, ну, типа, Балин спрашивает, что будет дальше? Он говорит, ну, мой господин Саладин, он уничтожит Керак и убьет этого Сзэма. И поедет курить таляну? Нет, и, типа, продолжит, типа, нельзя это оставить. Потому что Багиша хочет, чтобы все... Еще момент. Когда резали караван, а, нет, даже нет, нет, нет. Ну, короче, в общем, спровоцирован конфликт. И Балин такой, типа, ну, хреново, ну, типа, что с нами будет? И говорит, я тебя отпущу. Ну, он же говорил, что твои враги просушат, там, уговородство до того, как встретишь их. Я тебя отпущу, ты можешь идти в Керак, но ты умрешь. Мой господин здесь. И показывают, там, толпа такая черная, ну, типа, на горизонте. В черной одежде. Да, в черной. Да. Вот, короче. И в этот момент Балин смотрит ему за спину и говорит, ну, типа, у меня король тут, типа, тоже здесь. И там из Марьева вот это выплывает крест такой большой, огромный, типа, и тоже толпа там. Вот. И дальше они в этом сидят, смотрят, выходит Саладин и король идут навстречу. А они друг друга хорошо знают. Ну, то есть, там вот этот момент уважения к врагу, ну, типа, он очень сильно транслируется. На первом месте. Ну, да, что ты можешь воевать, но ты должен, ну, как человечным быть. То есть, ну, нет такого, что там, типа, он подъезжает, его, аааа, и все, типа, я без головы. Ну, то есть. Давай не будем сейчас начинать войну, или мы тут все ляжем. И, ну, и там его покачивает, ему хреново, он в этой маске покачивает. И Саладин говорит, я дам тебе свой лучший лекарь. Он такой, ну, типа, ну, он так. Не, ну, понятно. Да, то есть, я дам тебе своих лучших лекарей, я вижу, что тебе плохо. Ну, с уважением. И они, короче, расходятся. Король едет в Керак, в этот замок, заезжает туда, там Зема, ааа, типа, король, ну, такой, типа, кланяется, лебезит, кланяется. И король, короче, слезает, ну, там, как-то опускает лошадь, потому что ему тяжело слезать. Опускает лошадь и, короче, подходит к нему, к этому Зема, и начинает его, ну, этой плеткой, которая лошадь, он начинает его охуярить. Ну, как может. Но ему похреново, он там дали, ты подаришь мне, типа, братский поцелуй за то, что ты сделал. Вот. Снимает перчатку, там, уродливая рука, такая вся в этой фигне. А то ему сразу начали. Ну, потому что, да, да, да. Вот, короче. И его приговорили к смерти. Ну, типа, ты умрешь за свое говно, которое... Ну, очень не такое. Ну, ну, а он такой, окей. Ну, нет, конечно, не окей. Ну, у него нет выбора. Но он просто ожидал, что они столкнутся сейчас. Ну, да, и все. Сойдет у нас рук. Да, да, да. Выйдет в числе. А в это время там все стоят шеренгами. Вот. И хреново становится королю, подбегает этот, хотел сказать, Палпатин. Ну, Паланкин. Ну, правильно. Вот это, ну, то, что носят. Палантин. Палантин, да. Палантин, да. Пусть будет так. Красавчик, молодец. Ну, все, ты шор. Ты же вообще эрудированный такой. Вот. Он садится в него и подзывает Балия. И говорит, типа, что если и впредь, ну, типа, будешь, ну, как бы нормально себя вести. Ну, не то, чтобы нормально себя вести, но он прям своей жизнью жертвовал. Потому что он понимал, что им против этого войска, там, со своей сотней вообще не справятся. Вот. Но он задержал, типа, я тебе, типа, найду задачу по, тебе по силам. И это слышит Луи Виттон. И такой, типа, а он понимает, что происходит. Потому что, типа, Балян становится его любимчиком короля. Вот. И, ну, то есть, вся эта херня. И, короче, дальше происходит следующее. Короля увозят. Сейчас уже, сейчас, 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 блин, братан. Сейчас, я стараюсь, я очень стараюсь. Ничего, уже, как бы, точка невозврата пройдена. Да? Что случилось? И дальше происходит следующее. Там картина показывает, где Балян обратно, типа, он едет в Иерусалим сам, чтобы поговорить с королем. Короля увозят. Вот. А Луи Виттон подсылает Балян. Ну, там, он, типа, остынется около кого от Оазиса. И он подсылает убийц к нему. Ну, типа, чтобы устранили любимчика короля. Вот. Ничего, логично пока. И, типа, они на него нападают, он их там с трудом валит. Ему хреново. Вот. В таком духе. И, короче, дальше происходит следующая история. В Иерусалиме погибает король, умирает. И сестра Сибила его, Ева Грин, там все дела. Спасибо, что напоминаешь. Вот. Да, она шикарная. Вот. И король, короче, умирает. Непонятно, что делать. И... Подожди. Нет, я переврал. Прости. Прости. Простите. Да. Немножко переврал. Балян встречается с королем. Это до покушения еще на него. Балян встречается с королем. И, короче, король ему говорит, ты, типа, женишься на Сибилии. Ну, он перед смертью говорит, женишься на Сибилии и станешь моим наследником. И ты будешь защищать ее, как королева регента. Ты будешь защищать ее и так далее. И тот такой, типа, окей, я готов. Она Ева говорит. Нет. Балян говорит. Нет. Как отказаться от нее? Ну, типа, он может сказать нет. В том числе. И он спрашивает, что было с Луи Виттоном и с тамплиерами вот этими, которые за ним стоят горой. То есть, там очень важно было войско. То есть, за Луи Виттоном. За кем больше народа. У нее влияние, как в римской, там уже много было этих историй, когда захватывали Рим с помощью того, что мы лояльны. Войско к каким-то генералам было. И то же самое тут. И говорит, что было с Луи Виттоном и с теми, кто за него? Мы всех, типа, казнили. И Балян такой, нет, я, как бы, на это не согласен. И тут спрашивает, типа, и на него еще шериф такой, типа, ты сказал, типа, вот, король, ты должен ему помогать. Там все дела. Вот он говорит, ну, и он сказал ту фразу, которую сказал в свое время ему король. Типа, что каждый за свою душу несет ответ, я не согласен. Король, типа, да, ты запомнил? Ну, я понял. Ну, будь по-твоему. И умирает. И вот как раз потом Балян, типа, в раздумьях есть на него покушение. В общем, в этот момент, типа, Сибила шлет нахрен Луи Виттона. Вот, но Луи Виттон говорит, типа, что ты, у тебя нет выбора. Потому что за мной большая часть войска. И ты не сможешь не защитить Иерусалим, ни другие города. Там же, помимо Иерусалима, там был вот этот Аскапан, что-то там какие-то, что, города там, ну, вот эти все. Воронеж? Воронеж, да, особенности. Вот, короче. Триполи, вот эти вот все города, ну, которые, они же были тогда в составе вот этой всей истории. Вот, в общем, и, типа, она говорит, я посажу своего сына на трону и буду королевой регентом. И, типа, иди ты нахрен, тебе придется подчиниться, потому что он будет им королем, сын мой. Ну, там прямое наследование, типа, окей, а с Луи Виттоном это политический брак. Ну, то есть, ну, типа, приоритет у прямого наследования выше. И если его, ну, как бы, сделают его королем, сын, его делают королем. Просто в режиссерской версии это есть, а в стандартной версии этого нет. На самом деле, там был такой момент, где сына сделали королем, и он там, типа, подписывает все. Ну, там, ему показывают, она как королева регентом, да, ему, короче, когда ставят печать, ему капают раскаленным вот этим вот, я не знаю, не помню, как называлась фигня, сугуч, чугуч, чугуч, ну, короче, вот эта херня ему капает, а он не чувствует. И все понимают, ну, то есть, это постарались, типа, замять, но Сибила понимает, что у него проказы тоже. И, короче, присылают ей корей, она там... Ни херню, а почему у нее нет проказы? Я хрен знаю, надо... Сын от кого? Надо... Сын от кого? Не раскрывается? Нет, отец, сын, он был один из рыцарей, ну, типа, верных, он погибает. Ага, я понял. Где-то в какой-то там момент времени и так далее. Но это не от брата сына? Нет. Я просто привык. Ну, там, типа, приобретенное, там рассказывают историю, что, типа, твой отец в свое время, это он заметил, что когда, там, типа, какое-то было ранение, что я не почувствовал боли. А когда Валя, он рассказывал в свое время, это он увидел, что и принес весь моему отцу, ну, это король рассказывает, что я болен проказой. Ну, да, почитать про лепру, там не просто, там, на самом деле, такая интересная болезнь, которая практически сейчас вывелась, ее нету, поэтому последняя лепрозория осталась, по-моему, где-то в Штатах или где-то еще. Вот. И, короче, она понимает, что сын болен проказой, это подтверждает, она там вся в этом, и она, короче, его убивает. Но убивает, типа, в ухо, там, капает какую-то штуку. Ну, вот эти женские... Ну, чисто по Шекспиру. Ну, да. Яд в ухо. Ну, да, я не знаю, по Шекспиру яд в ухо, там, разово. Ну, ладно, неважно. Ну, короче... Ну, да, да. Аккуратно, в общем, и так далее. И она говорит, если... Клуи Виттон говорит, если твои рыцари... Ну, чтобы не рухнула империя, хорошо, я, типа, согласен. Вот. А не согласен Орландо Блум? Орландо Блум, он в это время отсутствовал, он сказал всем нет, грубо говоря, что я не поступлю в свою совесть. И подскакал к себе в село. Подскакал к себе в село, где его пытались замочить, короче, по пути. В итоге он выживает. И, короче, когда Луи Виттона делают королем, он говорит... Будет где-то развязка? Что? Фильмы вообще? Где надо угадать, что будет? Или там... Наверное, нет. Нет, есть. Есть момент. Короче, Луи Виттон говорит, собрать войско, я хочу воевать. Они собирают, типа, войско. Шерифовское братство говорит, нет, мы не участвуем. Воевать с арабами? С арабами, да. Типа мы пойдем их мочить. Вот. Они там где-то стоят, мы пойдем их мочить. Вот. Шерифовское братство говорит, нет, мы в этом не участвуем, это бред. И главный шериф, типа, говорит, Балин, типа, чувак, давай со мной, забей, тут вообще без шансов, тут все рухнет. Вот. Давай со мной, как бы там на Крит или куда-то, короче. Ну, в общем, тот говорит, нет, типа, я останусь. Вот. И выяснилось, что Саладин тоже выступил. Вот. И они, короче, ну, там дальше Балин там прискакивает после покушения на него, когда они войско, типа, собирают, планируют. И, типа, мы пойдем на Саладина, он прискакивает, нельзя идти на Саладина, он к этому готов, он лучше подготовен, вы идете на самоубийство просто, каману. Я с вами, типа, не пойду. Он говорит, ну, и так далее, типа, кузнецы пускай остаются, а слава богу, все достанется нам. И, короче, выступает огромное войско, неподготовленное вообще к походу длительному. В итоге там показывается, что они уже близко, показывается, что они там идут, идут, короче, и там падают без вложивания, ну, типа, в жару в это, в доспехах там валятся. Типа, Саладин их ждал. Ну, короче, он нападает на них, потом сцена, что, типа, что там, прошел бой? Ну, говорят, вроде, да, прошел. И они поскакали, там, конечно же, все убиты, вот, потому что войско Евросоюзоверска не было готово, не нашли они этого, Луи Виттона и вот этого Земо, потому что Луи Виттон, соответственно, освободил этого козла. Вот, короче, и там же, ну, там, ладно, это не важно. Там просто есть очень важные еще фразы, которые я просто пропущу, они мне близки, но они имеют влияние на нас. Давай одну хотя бы. Нет. Там нужно подводить, когда они будут. Вот, короче, и дальше происходит следующее, типа, они, ну, Балион с этим шерифом приезжают, смотрят, всех зарубили, что будем делать, ну, скоро, типа, через три дня, там, Саладин подойдет к стенам Иерусалима. Вот, я, говорит, поехал, шериф такой, типа, ты чего? Я, говорит, нет, я останусь, я попробую защитить то, что есть. Или как-то, типа, осаду, Иерусалим хорошо к ней подготовлен, может, долго там, и так далее. Люди там остались, всех нахрен вырежут, потому что мы вырезали всех, ну, захватывали город. И он, короче, возвращается, начинает там инженерные штуки готовить, там, разметку под катапульты, там, там, еще какие-то хрени, приезжает, короче, ну, типа, появляется первое войско, ну, вот это вот, пришел, короче, Саладин, вот, типа, готовы к осаде, в общем, начинаются там, ну, красиво, несколько дней осады, в которой Саладин охеревает от изобретательности, ну, типа, варь. Это что, пушки? И он там, однажды там вечер какой-то там, там был такой момент, типа, они осады на эти башни, по которым люди забираются. Вот, а Сибила, кстати, была во дворце, она обстригла себе волос, и чтобы ее никто не узнал, помогала перевязывать раненых и так далее. Ну, типа, она потеряла все, практически, вот, и Баллина тоже потеряла, грубо говоря. Ева Грин с короткой прической еще вытягать. Ну, там такая, такая прическа была не очень. Вот, ну, ладно, суть не в этом. Там был момент, где вот эти башни подъезжают, а Баллина хитро, короче, сболист, типа, пробивает, ну, сбоку, то есть вдоль стены стреляет, и грузы, короче, все эти башни валят. Да, да, такой прикольный кадр, где Саладин, типа, видит такое, знаешь, приближение на него, он нахерел, типа, блин, очень, но он тоже ценит своих людей. Ну, типа, столько погибших, получается, из-за того, что очень хитрой жопой какой-то руководит обороной. Вот, и там тоже был момент, что в процессе, когда мы не сможем выстоять, там, местный иерарх, типа, давайте примем ислам, ну, Баллил такой, типа, я от вас очень много узнал, типа, батюшка религии в последнее время. Они такие, типа, нет, у нас же нет рыцарей, там, и так далее, нет рыцарей. И он, типа, всех, ну, там, в одном, в один из дней, когда он, там, заряжался мотивационно, типа, что мы должны выстоять. Всех посвятил в рыцарь. Фразы своего отца. Вот этой самой клятвой, на колени, там, вот, и какого-то мелкого, там, на примере кого-то из мелкого, прочитайте, вот, слушайте и повторите за мной клятву, вот, и одному там, да, тысячи лета, чтобы ты помнил, как бы, вот, и так далее. Что дальше происходит? Там, в какой, а, вот, когда эти башни попали, когда там второй день осады, и там, короче, Балин вообще нормально носовал им, вот. и, короче, этот, вечером Саладин в своем лагере, вот с тем слугой, который был слугой, с его военачальником, одесса военачальником, вот, он говорит, типа, кто защищает город? Да, кто защищает город? Он говорит, ты же помнишь, в Кераке, ну, когда, вот, Балин, типа, сын Готфри, и Саладин, типа, говорит, да, Готфри я знаю, мы с ним дрались, он меня победил, но честно, в Дамаске, да, но победил, то есть, был какой-то поединок, походу, типа, ну, респект, бро, вот, в таком духе, вот, может быть, типа, не стоило туда его отпускать, в Кераке, вот, и этот военачальник говорит, мне впредь тоже не поступать, как ты обычно делаешь, типа, да, ну, просто на весах, количество потерь, и, как ты относишься к противнику, да, как ты относишься к противнику, вот, и, в общем, ему подсказывают, а там еще в этот момент, ну, то есть, до этого приезжали советники, политические арабов, и постоянно давили тоже на Саладина, типа, что ты должен, ты должен захватить Руссалину, ты должен захватить Руссалину, ты нам обещал, типа, а он такой, типа, все, вот, все окей, типа, все окей, а когда они победили войско крестоносцев, они оставили в живых Луи Виттона и вот этого Зема, и там сцена, где, вот, типа, Саладин с ними, там, типа, пленными, говорит, вот, типа, не слушайте вы короля, король умный был, вы не были готовы к походу, вот, а мы подготовились к нему, там, типа, лед, ну, чтобы вода была, там, лед, в общем, там же казнят этого Зема, вот, а этого оставляют в живых, и перед осадой этого живого Луи Виттона на осле, короче, выгоняют, типа, ну, ну, убивать не стали, потому что равный ранов не убивает, ну, как говорят Саладин обычно, типа, равный ранов не убивает, вот, и, вот, ну, в общем, это так просто, и, да, ремарочка, и, короче, приходит чувак какой-то, вот, на тот вечерний стоит, и говорит, на месте старых ворот, типа, укладка хуже, ну, типа, ее нового жили, она, ну, типа, не такая, не вековая еще, знаешь, когда все, когда диффузия, да, уже там между камнями, там все, давайте прямо туда, они начинают херачить туда, сцена падает, Балин тоже это понимает, они там готовятся, сталкиваются, рубятся, короче, не может никто никого, потому что в узкое горлышко заползает, и арабы, и там же узкое горлышко держит, короче, защитники крепости, вот, они, короче, бах, сталкиваются, никто никого нет, вот, на следующий день выносят белый флаг, и Саладин, там, типа, тоже такую крышу там, ну, поставили, крышу, ну, шатер, шатер, короче, и выходит Саладин, и, типа, предлагает переговоры, и выходит Балин, и говорит, надо что-то думать, ну, потому что реально, типа, потому что он там мотивационный, когда он, говорю, во второй, по-моему, там, когда была вторая мотивашка у него, он говорил, мы защищаем не дома, храмы, а мы защищаем вас, тех, кто укрыли здесь, вот это вот все, это для нас самое важное, поэтому мы должны защищать, ну, 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 тоже политическое число. Ну, нет, ну, на самом деле, да, ну, с его стороны это было правдой, с точки зрения глобальной, конечно же, нет, это дома и здания, вот, и он, короче, выходит к Саладину, ну, ты можешь предположить, что было дальше. Так они добазариваются о мире, и все хорошо, но Саладин не будет его убивать, и тот не будет его убивать, а, или подожди, Балин убивает Луи Виттона. Луи Виттона, ну, Луи Виттон там, где-то с Ныганом. Балин отдает Еву Грин Салахадину. Там еще был прикол такой, что вот когда после Керака, почему Саладин выступил навстречу, потому что Зема в одном из 5 нападений на караван, он убивает сестру Саладина. И типа там такая сцена, что она поворачивается, ты знаешь, кто это такое вообще? Кто говорит, да, знаю, знаю. Ну, он специально это сделал. Саладинку. Да, и потом, когда перед тем, как собрать войско, приходит, типа посол, выдайте тело сестры Саладина и освободите Иерусалим. А иначе получите. Ну, они, конечно же, и голову отправляют обратно. Поэтому Саладин был очень зол. Ну, тут не может быть каких-то особых изворотов, понятное дело. И, как бы, Саладин говорит, типа, что отдай мне Иерусалим. Балин говорит, я тебе его, конечно, отдам, но каждый, кто зайдет, типа, в Иерусалим, твои, типа, мой один убьет десятерых твоих. И ты больше никогда не соберешь войск. Ну, потому что, ну, здесь, поскольку Саладин, то, очень ценил людей. И он понимал, что в некотором смысле он уже побеждал, типа, в какой-то, какой-то там, об этом говорится, что он там какое-то время назад, у него там были победы. Сколько побед принес? Мне Аллах до того, как я, как бы, зашел на трон, там, когда он светник. Ну, там, сколько-то, неважно. И говорит, что, типа, Балин такой, каждый десяток сарацин убьет один из защитников крепости. Ты никогда больше не соберешь армию, типа, и ты потеряешь все практически тоже. Тот говорит, ну, а ведь в городе дети, старики, женщины. Вот, и Балин такой, блин, я практически дословно помню это дело. Балин такой, а Тимба, ты условия предлагаешь какие-то? И Саладин говорит, я отпущу всех. Женщин, детей, стариков, твоих рыцарей, защитников, всех отпущу из города. Я тебе даю слово, что с ними ничего не случится. Вот. И Балин такой, типа, но ведь, когда, последний раз, когда крестоносцы захватили Иерусалим, они вырезали всех тел мусульман. А ты, как бы этого делать не собираешься, я чувствую подвох. Ну, он так не говорил, но в целом. И Саладин говорит, что я не буду вам мстить, потому что я Саладин. Ну, вот он этим позиционировал мудрец свою, в этом нет смысла. Ну, это ничего не изменит, только, может быть, разожжет еще больше кровавой вот этой всей истерии и так далее. Насилие порождает насилие. Ну, да. И Балин говорит, ну, типа, окей, на каких условиях я тебе сдам город? И Саладин уходит, и Балин спрашивает, что для тебя Иерусалим? Тот поворачивается и говорит, ничто. Идет дальше, поворачивается и весь мир. Это, ну, то есть, он, как таковое, тоже заложник, для него город ничего не имеет, ну, какого смысла. Но и весь мир, я понял. то есть, вот, в общем, Балин заходит в крепость, говорит, я сдал город, всем беспреревестного, все такие, аааа, вот, а потом сходятся две толпы, и самое прикольное, что сходятся две толпы и сарацины, и христиане, и они, ну, все же этому радуются. Ну, потому что они уже, не надо драться. Нет, они уже долгое время жили вместе, просто, и, как бы, сосуществовали. Но они вынуждены должны были драться, а вот, может быть, ненавистика такой уже нет, которую навязали вообще европейцы, крестоносцы, вереницы крестовых выходов. И дальше Балин встречает Сибилу и говорит, типа, нет, царства больше, но я пойду с тобой. Ну, типа, может быть, если ты откажешься от трона, от этой всей фигни. Вот, и в процессе они там выходят, такая вереница идет, всех отпустили, дальше показывают, как падают знамена, вот, в залах знамена крестоносцев, вывешиваются знамена этих, ну, арабских, ну, сарацин, и идет Салахадин уже, не в доспехах, там, в свободной форме, и видит упавший крест христианский. Я поднимаю. Поднимаю, ты ставит его. Ну, типа, ритили скурт. Ну, то есть, у меня нету на религиозной почве ненависти, ну, то есть, он мудрее всего этого, всех этих предрассудков, и с уважением относится ко всему. Вот, и дальше, дальше, собственно говоря, показывает Францию, где, откуда, собственно говоря, фильм начался, Балион видит свою вот эту вот кузницу, жженую там, Сибила там тоже типа, ну, они просто, она в каком-то моменте расскажет, что не была вообще в Европе, она родилась уже там, в Аравии, не была в Европе, хотелось бы посмотреть. И в этот момент он там стоит в кузнице, и какое-то войско приближается, и подходит к нему типа, один из бойцов, мы ищем типа Бали, она защитника Иерусалима, вот, и хотели его типа, повстречать. И он говорит типа, я просто кузнец, вот, и мне типа, все окей. А рядом стоит король, а я, Ричард, львиное сердце. Ну типа, он понял, что Балин врет, но хотел бы потроллить слегка. Мы типа, идем братья Иерусалима, он говорит, идите и так далее. Ну и там дальше типа, не получился там, последний крестовый обоход, львиного сердца, который, ну, ничем не закончился. Ну и все вернулись не соло, на хлебавши. Yeah, baby. Неплохо. Ну, а какая главная мысль фильма для тебя, ты говоришь, очень важная? Там их очень много. Ну, главное же, должна быть какая-нибудь красной нитью по всему фильму, что насилие, порождать насилие? Или то, что нужно иметь уважение? Да, ну, и то, и другое. Ну, скорее всего, в моем случае, наверное, как бы важно, ну, то есть, правда, суть вещей. Ну, то есть, в чем заключается, ну, то есть, у всего есть причины, ну, то есть, причины бывают разные. Крестовые походы, они, по сути, свои глупости, ну, грубо говоря, но с какой-то причиной, и видеть, наверное, мне очень важно, наверное, в принципе, в жизни, стараться разобраться в том, почему, что происходит, чтобы адекватно, наверное, отреагировать. А уже в довесок, да, и благородство, и чувство долга, честь, достоинство, мудрость, и так далее. Фильм красивый, фильм шикарный, он, наверное, да, для тебя он покажется очень затянутый. Да, это точно. Но режиссерская, три с гаком идет. Но вот из той версии, которая, там просто было реально очень, ну, то есть, с тем боевым монахом, который в итоге погиб в походе, вот в последнем, когда... Там у него была своя линия. Да, там была своя линия, и он наставлял Балиан. И когда Балиан говорил, типа, там, что он, вот он был на Голгофе, я не чувствую, что грехи мне отпущены, там, церковь не примет себя, не примет меня, и он говорил, типа, церковь, это дело рук людских, да. Под словом церковь, я вижу фанатика, фанатика, которые идут рьяно исполнять волю Божью, Божью волю, точнее, вот. Типа, ну, это не в те, ну, то есть театр заключается там, типа, в сердечке. В сердечке и в уме. Ну, типа, как ты относишься. Ну, то есть, вот эти вот все моменты, очень было очень много исключено из обычной версии, театральной. Но, судя по всему, ты рассказал нам полную версию Ридли Скотта. Но я, на самом деле, посмотрю, потому что мне нравятся эпичные... Конечно, это не лучший фильм Ридли Скотта. Лучший фильм Ридли Скотта это Гладиата. Ну, по уровню эпичности он примерно на том же уровне. Там просто история человека главное. А мне нравится история человека больше, чем история... Ну, это типа как... Почему делят Marvel и DC? Почему? Не знаешь. Типа, в Marvel все вокруг человека, личности. А в DC Супермен олицетворяет надежду. то есть там вокруг метафизических вещей... Это не так воспринимаю, конечно, но... то есть здесь то же самое. Типа, в Гладиаторе все вокруг. Я забыл, как его зовут. Рассел Кров. А его как звали в фильме? Максимус. Максимус. Ужасно. Я так стыдно. Все вокруг Максимуса. Ну да. Весь фильм. А здесь много, но тут же не вокруг Балена. Тут идея. Ну да, на шире. Шире, да. Ну в целом по уровню эпичности они примерно одинаковые. Да я понял. Не в эпичности. В общем, что можно сказать? Посмотрите «Царствие небесное», если вас... Хороший, честный, хороший фильм. Честный. Честный, и будете знать, как вести себя в бою. Да, наверняка. Наверняка. Субтитры создавал DimaTorzok